А пока ВСМ – это еще все-таки технологии будущего, железнодорожники упражняются в навыках, которые нужны сейчас, и определяют лучших из лучших. На неделе состоялись региональные этапы чемпионата профессионалов РЖД на трех магистралях – Московской, Восточно-Сибирской и Северокавказской. Таким образом, количество дорог, где уже прошли отборочные конкурсы, перевалило за первую половину. Олег Фомин наблюдал за происходящим на столичных конкурсных площадках. Тот случай, когда пересечь финишную черту нельзя. Остановить поезд нужно с ювелирной точностью, прямо у планки. Это одно из заданий конкурса машинистов в рамках чемпионата профессионалов РЖД. На региональном этапе в Москве его выполняют на «Ласточках». Машинисту необходимо рассчитать тормозной путь электропоезда. Самое главное – выбрать то расстояние, откуда начать тормозить, сделать ступень торможения, чтобы как можно ближе остановить электропоезд около этой планки. В этом и заключается сложность данного испытания. Чтобы стать лучшим из лучших, машинистом «Ласточек» нужно выполнить еще несколько сложных заданий. Вам необходимо устранить неисправность электропоезда. Упражнение считается выполненным после устранения неисправности и приведения на поездах и в жизни. Михаил Ермошин – один из самых опытных конкурсантов. Профессии 19 лет. Но даже ему во время поиска и устранения неисправности электрички пришлось понервничать. – Неисправность – перемерзание трех вагонов. Это в зимних условиях, возможно, такая неисправность. Также при обрыве питательной магистрали может случиться. Ну, то есть, говоря, три вагона у тебя без питательной магистрали. – Это необычная работа, и машинистам это сейчас не приходится выполнять. Это очень сложные неисправности, которые, ну, происходят довольно редко, а может даже и не могут, могут и не произойти в его карьере. То есть, вот здесь он показывает свой профессионализм, насколько он подготовлен, насколько он может справиться. И плюс это еще все идет на время. Управление электропоездом – одна из 44 компетенций, в которых соревновались столичные железнодорожники. За право поехать на сетевой финал боролись больше тысячи работников магистрали. Одним из мест проведения конкурса стал Московский учебный центр профессиональных квалификаций для соревнований в компетенции выполнения работ при текущем содержании пути собрались 10 железнодорожников. А вот монтерам пути задания предложили из повседневной практики. Например, разобрать стык рельсового скрепления, осмотреть все детали и заменить изношенные. Это как бы элементарная работа, путеется каждый день. Практически мы ее производим, ну, с очередностью, ну, в неделю. Они это могут делать даже каждый день. Порой это даже очень сложная работа. Требуется выносливость, постоянное нахождение на улице. То есть неважно какая погода, метель ли, снег ли, дождь ли. Решил приехать пообщаться с коллегами, показать себя на других, посмотреть, как работают люди, набраться больше опыта. Самым сложным заданием для себя монтеры пути считают шлифовку остряков стрелочного перевода. От их состояния зависит безопасность движения. Даже минимальные отклонения от нормативов могут привести к сходу поезда. Люди должны быть максимально компетентны в этом вопросе. При неправильной шлифовке, то есть данный стрелочный перевод будет закрываться, и по нему невозможно будет движение поездов. Для молодежи чемпионат профессионалов – это отличная площадка для получения нового опыта, обмена опытом, навыки, пообщаться с коллегами из различных регионов. Имена всех финалистов станут известны в начале ноября, когда по всей сети дорог завершатся отборочные соревнования. Всего планируют провести 570 конкурсов, в которых примут участие 13 тысяч железнодорожников. Финал состоится в 2025 году в Екатеринбурге. Олег Фомин и Сергей Гришков, РЖД ТВ, Москва